Привет, ребята! Сегодня мы с вами едем на очередную попытку поймать интересную рыбку в реке под названием Дон. Отправляемся выше Донково. Место рыбной ловли я принципиально не называю, но если вы смотрите это видео, это говорит о том, что я уже что-то поймал. Со мной также моя супруга Наталья передает вам привет. Я сегодня в качестве пассажира. Ну, почему? Потому что нет у меня машины для рыбалки, для хобби. Пользуюсь моментом, хочу задать вопрос, какую машину вы мне посоветуете? Потому что настоящая машина, ну, она низковата, она цепляет все время. Вдоль реки не проехать, к реке не подъехать, пруд тоже тяжело дается нам. А если уже пойдет дождик, что вам об этом говорить? Ну, очередной труд для того, чтобы преодолеть там какую-то грязевую ванну и так далее. Поэтому, если у кого-то есть дельный совет, какое транспортное средство наиболее подходящее для рыбалки, оставляйте комментарий под настоящее видео, буду вам признателен. Ну, а дальше смотрим. Давай, давай. О, как хорошо. Кстати, некоторые обижаются, почему я не беру напарников на рыбалку. Ребята, честно, нет места. Вот, смотрите, это вот мы едем буквально на несколько часов, там, на одну ночь. И берем с собой столько всего, что сзади нет места. Если только на колени, то пространство между ног впереди сидящего пассажира тоже минимально. Вот он и тот. Ребятки, мы приехали на наше место. Здесь уже чище намного по сравнению с тем, что было раньше. Но, к сожалению, здесь стоит машина. Рыбак рыбачий где-то метров 300 отсюда. Мы спросили у него разрешение, он не против. Тем более, он приехал не с ночевкой, в отличие от нас. Так, ну вот оно, наше старое место на Дону. Мы уже, в принципе, знаем, куда бросать, какой тут точно рельеф, на что здесь, по крайней мере, ловилось неделю назад. Вот, сейчас выгружаемся спокойно. Для начала мы поставим с вами тентованную палатку, вернее, тен от палатки, для того, чтобы укрыться от дождя. Поскольку, по прогнозам, обещают ближе к вечеру, ну, такой легкий дождь. А легкий он будет или нет, неизвестно. Но тучи, честно, такие тяжелые. То есть, возможно, что мы намокнем. Как будет ночью, тоже посмотрим. Утром тоже обещают дождь. Так что лучше заранее себя подготовить. Так, ну что, в первую очередь, после того, когда я ставлю палатку с супругой, мы бросаем наши снасти. Почему? Потому что вечером надо будет что-то, извиняюсь, кушать. Так вот, мы сегодня с супругой рассчитываем на уху. Уху именно с той рыбы, которую мы, наверное, поймаем. Вот, ловить мы будем вот на такого вот, я его называю, двуног. Такая нехитрая оснастка. С двумя карповыми крючками и одной кормушкой. Вес этой кормушки где-то грамм, если не соврать, 40. Может быть, даже и меньше. Но в прошлый раз на этом месте ее не сносило, мы были довольны. Не знаю, сегодня какой-то ветер поднялся. Может быть, придется утяжелить. Есть, в принципе, и тяжелей варианты. Но попробуем именно эту. Будем сновить доночки. Не знаю сколько, две или три, посмотрим. Некоторые противники там двух-трех крючков. Ну, в принципе, я пока ловлю так, я не профессионал, ловлю на то, что ловится. Если клюет на вот эти все оснастки, ну почему бы их не использовать. Причем, хочу заметить, ловится всего на один крючок из трех. Плюс из того, что мы ставим такую оснастку, это то, что можно ее комбинировать. То есть, допустим, поставить на верхний крючок червя, на нижние опарыши сюда, допустим, мотыля. То есть, можно комбинировать, экспериментировать. И уже смотреть по ходу, на что, значит, клюет рыба лучше, больше, на что ловится. И уже потом переставлять прикормки, наживки местами и ловить, собственно говоря, рыбу. В качестве прикормки сегодня у меня пойдет за базу фидер универсал. А второй у меня будет поплавок, тоже фидер лещ. Вот здесь такая более крупная фракция, из-за этого, собственно, он мне и понравился. Ну и рыба здесь в основном лещ под лещик, как показала прошлая рыбалка. Так, хорошо перемешаем. Отлично. Вот, теперь будем все это дело смачивать. Донской водичкой. Вот наша подложечка, которую я использую для червей. Раз. Два. И три. Размешиваем все это дело. Тщательно размешиваем. Не буду вас задерживать с этим перемесом, тратить ваше драгоценное время. Мотыль у нас свежий. Вот такой вот, ребята. О, какой красавчик. Смотрите, живец. Добавим его немножко сюда, для массовости. Главное много не переборщить, потому что ночью, естественно, он уже к ночи, особенно к утру, то он не выживет. Но, в принципе, для начала хватит. Начинаем прикорм за корм. Будем делать бодобум, как я говорю. Опа! Первая пошла. За ней следом вторая. Между первой и второй промежуток небольшой. И... Хоп! Пока я подбирал пиршество для рыбы, к нам подошел хозяин соседнего автомобиля с удочкой. И я не удержался от соблазна задать ему несколько вопросов о результатах сегодняшней рыбалки. Это не вы выкладывали там это, типа, с Липецкого какой-то отсчет о рыбалке? Нет? Ну, есть у меня свой канал. Вы же сегодня так разговаривали, что подъезжали. Угу. А где стояли? Здесь, сказали, именно здесь, вот над этой дыркой. Да, 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 да. Вот как раз неделю назад мы здесь и ловили. Ну и нормально, да? Ну, честно, это был дебют. Я первый раз на Дону, именно на Донной снасти ловил. Понравилось. До этого в основном по прудам езжу. Я с Липецка сам приехал. Ну, я понял, у него выросли, как мне сказали, С Липецка. Да. У нас хороший был клев на той неделе. Единственное, спиннингист помешал. Он как стал, бросил свой якорь на донки. Вот, на... Ну, там, где практически мои донки стояли у того берега. И распугал мне рыбу. Поэтому мы... Не, ну, они и сегодня тут на лодках. Начинаем, первый день, наверное, разрешили на лодках. Три лодки тут. На моторке? Да. Один прям плывет вообще. Я говорю, ты куда плывешь? На снасти. Вообще. Я сначала здесь сидел, поэтому машина здесь стою. Потом я смотрю, здесь просто мелковато. Я ушел туда. Потому что я всегда там и ловил. В том году был, конечно, получше. Я приезжал, причем уже никого не было. Ловил в обед. Ну, такая вот жара. И ловил я неплохо. Килограмм 5-6 я всегда... А можно мелочь одну? Посмотри. Мелочь. О, хорошие, серебристые. Хорошие. Мелочь. Таранг, я себя называю. Так на таранг. Ну, вкусно. Она сейчас совсем нехорошая. Прям излечет. А прикормляешься? Нет, я с кормушкой просто ловлю. И один ушел мне где-то с граном 600. Видать, плохо засекся. Прямо уже, считай, наберегуется. Там, пум, подсыпился. Надо же, я хрену, надо. Ну, приезжайте завтра тогда, что? Да, я так вот сам, может, и завтра подзем. Мы вам тут закормим. Приезжайте. Вот так вот. Смотрите, ребята не успели забросить. Супруга уже побежала. Скорее всего, клюет. Нет? Ну, если таким темпом пойдет у нас процесс... Ну, блин, как просела сильно. Держи, я подмотаю. О, сидит, е-мое. Сидит? Ну, конечно. Сидит. Водова-дова, ребятки, давай. Эх, батарейку не успел. Куда-то. Хороший такой. Смотри. Ух ты! Глянь, какой. Да? Первый. Первый хороший подлещик, ребятки. Ну, как я и предполагал, были у меня такие сомнения, что мотель будет отрабатывать на все 150%. Вот он отработал. Вот такой, ребята, подлещик у нас получился. Буквально за первые 2-3 минуты после заброса. Отсюда вопрос, стоит ли вторую или третью донку ставить. Ой! Куда ты, куда ты убежишь? Ну что, гуляет? Вперед! Вот так вот, повкусней. Замнем. Вот так. О! Бомбочку. Вытрем руки, чтобы не пачкать ручку от удилища. И готово. Хоп! И в полет. Вот здесь. Раз! Четко. Сейчас она у нас упадет. Все упало. Мы оттягиваем. Вот так. Ну, такое ощущение, что вот подклевывает. Давай подтянем. Просела чуть-чуть шпульку, подтянем. На пол оборотика. Вот так. Ну, как будто подклевывает. То есть, хорошая рыба не может сразу заглотить, а мелочь по мотылю вытаскивает и вытаскивает. Есть, бьется. Сложная тревога? Есть. Подлещик хороший. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Вот он. Вот, наверное, не подлещик. Подлещик сам настоящий. С почином снимай его и... Садок. Клюет. Опа! Пробуем. А вот не знаю. Если и есть, то какой-то фанерка. Ну, да, по-моему, бьется маленькая фанерочка. Подлещик, ребята, подлещик. Вот такой подлещик. Вот он. Нормальный, пойдет. Для нашей ухи. По трохе. Уже закинули нашу ушицу, рыбку, пшеночку, картошку, морковочку, лучок. Вот уже практически подходит. Ну, половинку кастрюльки заделали. Нам, в принципе, на двоих больше и не надо. Пока забрасывали в уху, подъехали ребята, стулы. Знакомые еще с прошлой рыбалки. Молодцы. Сейчас там тоже будут облавливать места. Нет, это другая. Вот еще, ребята, 71-й регион. Насколько популярный Дон? Ну, 3-4 подлещика за 2 часа. Крутой берег. Ну, да, ну, как бы на любителя. Смотрите. Просто здесь мелко. Здесь метр-полтора от силы. А там, ну, такая глубина. Смотрите сами. Там люди сидят на глубине. Ничего? Там 4 метра. Ну, мы то, что поймали, вот варим. Больше ничего нет. Ох, ребятки. Вот это вкуснотища. О, смотрите как. Супер. Хлебушек, спасибо. Смотрите, если не наелся. Ммм, вкусно. Может быть. Ммм. Вот это, ребята, донской подлещик. Вот это я понимаю. А некоторые спрашивают, куда, говорит, Виталик, ты рыбодеваешь? Даже до дома не довожу. Ребята, не поверьте, отпускаю. В основном в уху. В такую вкуснейшую уху. Варила супруга. Превзошла саму себя, мне кажется. Это намек на пересол? Нет. Намек на то, что пальчики оближешь. Ну, в ухе обязательно должен быть маленький помидорчик и чуть-чуть болгарский перчик. Он дает особый навар. Кстати, хотел воспользоваться случаем, ребят. Смотрите, берегите себя. То есть, кто приезжает с ночевкой на рыбалку, будьте бдительными. Бывают люди, которые приезжают на рыбалку, ставят снасти и ложатся спать куда-нибудь там в машину или в палатку, забывают про все. В частности, в случае воровства, когда просыпаешься утром, нет практически ничего, даже тычков, подпор для удилищ. Поэтому, ребята, берегите себя, будьте бдительными. Ребята, бывайте на природе, не забывайте, что кроме вас здесь живут еще всякие кровососущие гады. Они всегда полезные. Вот смотрите. Это самый настоящий клещ. И вот он пытается по ноге моей супруги добраться до того места, где ему было бы комфортно. Хорошо, что он вот в штанах сидит. Ну, зараза. То есть, осматривайте себя внимательно. Так, ну что, мужчины, мы перекусили с супругой. Теперь будем перебрасывать наши донки. Обновим мотыля, потому что он сбивается после резкого заброса. Обновим кормушки. И будем ждать уже, наверное, пока сядет солнце за горизонт и наступит уже темно. Я надел налобный фонарик. Немножко погодя, утеплюсь. Оборудую берег так, чтобы не спотыкаться. Все было под рукой. И организую освещение. В принципе, все. Уходим в ночь. Есть небольшой, но есть. Опять, небось, какой-нибудь красноперестый. Подлещанец. Подлец, как его говорят. Маленький подлец. Вот он. Подлеца вызывали? На таранку? Ничего, крупная будет ночью клевать. Это точно. Да, видишь, все, на червя перешла. Рыба. Меню у нее на червя. Ну что ж, будем теперь на червя все переставлять. Большой есть. Идет, 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 идет. Ох. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Фанерка. Маленькая фанерка. Вот. Нормальная, да. Нет. Вот такая маленькая у нас фанерка. Не захотела. Она к нам в уху. Пойдет к нам в садок. На червя, кстати. Опруга решил еще разок проявить свою недюжинную способность тащить трофейного подлещика. Килограмм на пять. Килограмм на пять? Угу. Хорошо идет, 5-килограммовый подлещик. Поднимай выше, в траву не пускай. Выше, 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 выше. Давай, 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 давай. Бери подсадок. Какой подсадок? Ну, он зацепился такой. Ну, я же говорю, выше подымай. Что ж ты? Давай, Вася. Вася, Петя. Как я тебе из травы-то вытащу? Давай. Ну, и с грязюки сколько. Вот такой, ребята, подлещик у супруги попался. О, хороший подлещик. Оттуда его. Второй. Давай, 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 борись. Давай, борись, я тебя подстрахую. Оп, сошел? Лещ. Это был лещ. Упустили. Ну, ничего, бывает. Как, без ночевки? Ночевка. Ну, смотрите, вот, начал на червя вроде долбарить. До этого мотыль на этот самый, на пучок. Так. Ну, сколько мы в совокупности? Штуку 5, наверное, поймали. Уху снили. Ну, да, уху сварили там с них. Вот, а сейчас клюну вот на крайнюю супруге, и она не смогла вытащить. А можно мы попробуем халатом? Пока покидать? Да, да. Да, кидайте. Тут уже три моторные лодки проехали, нам уже ничего не страшно. Откуда они выезжают? С Масловки, по-моему, откуда. А, мимонад? Нет, нет, это еще до вас. Рыба есть? Да. Полный ноль. Здесь рыбы нет, да? Директор катка. Вот, есть рыба. Два метра. Два метра. На три с половиной метра, вот она. На двух метрах глубины стоит. Две штучки. Вот, по тем берегу. Вот, еще. Ох, пять метров яма. Вот в яме, где сидят все. Вот они. Всю яме сидят. Вот яма. Вот ям пять метров прошли только что. Всю яме сидят. Надо в яму попадать. Ну, да. Вот ям только что прошли. Пяти метров. Все, станки, гид. Два, четыре, два, три, два, два. Все, два метра. Вот, ребята, какая хорошая штука. Холод маленький и по блютузу можно или по этому по Wi-Fi сигналу ловить. Все дела. То есть ямка есть, пятиметровая. Ну, где-то примерно посерединке. Ну, там вся рыбка сидит. А вся рыба свалилась в яму. Что будем вытаскивать ее оттуда? Ребята, альтернатива после того, как проехала три моторные лодки взад и вперед, я решил подкормить наше место, добавить мед. Вот, я думаю, лишним не будет, в любом случае. Повторюсь, у меня здесь опарыш. Здесь же мотыль. Вот здесь у меня добавлен вещь. Все, этой же фирмы, поплавок. Маленький. Маленький? Если дотянется, да. Ну, чего не дотянется. Ох, какой хороший. Нормальный. О, какой. Мы разверли небольшой костер на ночь. Будем поддерживать тепло. Почему? Потому что пошел дождик, некоторые вещи промокли. Ну, рядом с костром можно их посушить, привести себя в порядок. Утром одеть уже сухие, теплые вещи и отправляться домой. Потому что, отправляясь на рыбалку с ночевкой, нужно не забывать о том, что вам ехать обратно. Ребята, пока мы с вами ждем поклевки, давайте с вами понаблюдаем за тем, как ведет себя рыба ночью под водой. У меня есть несколько авторских кадров. Это очень интересно. Небольшой подлещик ночью клюнул. Идет, идет, ребята, идет. Небольшой, правда, но есть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подходи-подходи по одному. Поднимаем тебя, бродягу. Вот такой хороший. Ох, осошел. Или нет еще? Или не сошел? Ну-ка, дадим ему сойти. Стоп, 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 стоп. Ты где есть? Спинку этого я тут видел. Ушел. где то есть да нет зашел ушел ну ладно бывает по-моему есть а не нет сошел по-моему есть лег боком сейчас посмотрим что гадать небольшой подлец есть вот он небольшой подлец отличненько нам кукушка тут подсказывает сколько еще подлецов нам будет клевать мне показалось или она задергалась ребята вы хоть там смотрите помогайте мне а то я не успеваю пока одну заброшу 2 уже клюет 2 клюет 3 надо перенасаживать а я хотел чаю попить тяжело так без помощника то часто так бывает люди с вечера себе донок понаставит ловить не ловит по-моему сидит по-моему сидит ребята ах есть есть такой рамках разумно сейчас мы бачком положим чтобы он где уже не сопротивлялся давай 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 фанерка отлично вот вот такая фанерка есть вот ребята пойдет пока рано утром можно и чаю попить что творится смотри что творится ухты ребята что-то такое неплохое как дергать смотрите давай давай поднимайся и тот и левый клюет ты смотри наверное все таки надо будет на червя переходить хороший ух какой хороший ухты неужели сойдешь а нет я тебе заберу не могу поднять но забрал ведь ребята чуть не упустил такого храбреца на червя уже неплохо так ты тут тоже сидишь кто то есть если не сошел сошел фанерка это ребята фанерка тоже неплохая фанерка 4 по вам подранил чем-то кукушка кукушка сколько же нам еще лещей ловить осталось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять ухты 10 хорошенький такой идет сошел а нет давай на бачок ложись не сопротивляйся родной ухты хорошо сопротивляется смотрите-ка хороший ухты давай 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 бачком 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 вот он хороший такой вот он ребятки такой лещамбрик папа фух да нормуль пойдет пойдет спасибо тебе кукундер вон и кукундерил за нижнюю губу классика вот так вот мы подсекаем отличника папа во своясь у тебя ребята вот такая у нас и сегодня получилась рыбалка ночь была у нас в принципе продуктивная сейчас у нас около восьми часов утра мы резко собираемся спешно собираемся у нас еще дела вот к сожалению я честно признаться сегодня замерз ну блин вот это вот сырая мокрая погода она до костей пробирает если честно прям вообще брррр хоть и одежда была она мне такая теплая зимняя но что-то я видно не угадал надо иметь еще и какую-нибудь гидроизоляцию вот так что на этом мы заканчиваем все кто смотрел нас огромное спасибо и всем пока и и и и Субтитры создавал DimaTorzok